Инициатива министра образования Дана Перчуна не принимать в лице и учеников со средним баллом ниже 6 токсично. Об этом заявил экс-министр образования Корнелию Попович в эфире программы «Де-факто» на ГРТ. По его словам, подобные реформы приведут к абсолютной деградации населения. Экс-министр считает, что подрастающее поколение нельзя ограничивать в получении образования. Наоборот, государство должно больше инвестировать в систему образования, отметил Попович. Полагаю, что за этим намерением стоит стремление использовать еще один рычаг для сокращения классов в лицеях. Если тысячи детей будут лишены права учиться в лицее, то количество классов в учебных учреждениях будет сокращаться, а их ликвидация в короткие сроки приведет к абсолютной деградации. Что касается оценки 6, которая будет заложена в эту методику, то я считаю, что делать упор на эти показатели неправильно. Мне кажется, лучше было бы пойти по принципу «кто хочет прийти, тот может остаться». У нас очень много случаев, когда ребенок, приходя в четвертый класс, имеет некоторые проблемы в подготовке, потому что это зависит от того, где он учился, в каких условиях и за годы обучения в старших классах он становится очень хорошим учеником. Тогда почему мы должны мешать этому ребенку и ломать ему жизнь? Экс-министр просвещения также отметил, что в Молдове практически нет районов, которые не испытывали бы миллионного дефицита в содержании системы образования. Ввиду этого, по его словам, система образования требует не введения новых ограничений для учащихся, а наоборот, дополнительной поддержки. Дефицит возникает из-за модели финансирования образования, называемой условно-льготной, которая не подходит для Молдовы и не может быть применена в стране с демографическими проблемами и бедностью, так как приводит к ликвидации школ. И села имеют право иметь хорошо оборудованные комфортные учебные заведения. Для этого мы должны не ограничивать бюджета, наоборот, как можно больше инвестировать, чтобы создать комфортные условия для обучения учеников и достойные условия для преподавателей. Еще одним ударом по молдавской системе образования, по словам экс-министра, стала ситуация с Академией наук. Как заявил Попович, намерение властей передать здание Академии наук Молдовы антикоррупционной прокуратуре можно расценить как попытку закрепить так называемые реформы в сфере образования и науки, которые связаны с закрытием образовательных и научных учреждений. Экс-министр также считает, что то, что происходит сейчас с учреждением, и не что иное, как последний гвоздь, забиваемый в гроб Академии. Единственная идея этих реформ – это желание завладеть чем-то, какой-то территорией, зданием. Другими словами, реформа научных исследований и высшего образования – это не что иное, как важнейшая реформа в сфере недвижимости в Республике Молдова. Эти здания находятся в центре и имеют очень хорошее расположение. Если к этой идее прибегнут в случае с Академией наук, то мы сможем поставить на ней крест. Вообще, это тревожный знак для всех. На момент написания материала ни Министерство образования, ни парламент, ни президент, ни правительство публично не прокомментировали эти заявления.